Забыл, потерял, не купил, не успел надеть. Такие оправдания пассажиров на проверяющих не действуют. Маски необходимо надевать заблаговременно, перед входом в автобус, трамвай, троллейбус или метро. Только за минувшую неделю на нарушителей требований регионального Роспотребнадзора и постановления губернатора было составлено 8 протоколов. Если мы выявляем пассажира в общественном транспорте, у которого нет маски, он отказывается ее одевать. В принципе, ее с собой не носят. По каким-то причинам говорит, что мне постановление губернатора не указ. Мы его приглашаем выйти на остановку и тут же в отношении него вставляется протокол. Рейды по контролю за соблюдением масочного режима идут ежедневно. В утренний вечерний час и пик, а также межпиковое время, выходные и праздничные дни. Сотрудники городского департамента транспорта совместно с представителями полиции, ДНД и компаниями-перевозчиками следят за тем, чтобы пассажиры соблюдали все санитарные требования и нормы. Сообщать о тех, кто пренебрегает средствами индивидуальной защиты, можно по телефонам горячей линии. Они указаны на сайте компаний-перевозчиков и размещены в салонах общественного транспорта. Мы реагируем оперативно, связываемся сразу с сотрудниками, с экипажем, выявляем пассажира без маски. Если пассажир не выходит, мы вызываем бригаду полицию и ДНД. С октября прошлого года на нарушителей масочного режима был составлен 241 протокол. Дела переданы в суд. Наказания предусмотрены и для кондукторов с водителями. С этой недели количество ежедневных рейдов планируют увеличить до 12 в день. Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Ольга Павлова, Константин Головин. События.